Музыка Президент поручил увеличить долю возобновляемых источников энергии в электрогенерации страны в 5 раз. И все это за рекордные сроки. То есть к 2030 году зеленая доля в структуре общего энергобаланса должна составлять 15%. Сейчас 3%. На совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли Касым Жумар-Токаев объяснил, как собственно мы планируем этого добиться. Это актуально. Здравствуйте. Основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, функционируют в среднем полвека. Общий износ уже более 50%. Отсюда постоянные сбои на производстве. Оборудование ремонтируют с каждым годом все чаще, но это все равно, что менять розетки в разрушающемся доме. Самое время фундаментальной модернизации. В частности, переход на возобновляемые и альтернативные источники энергии. Доля казахстанского содержания в проектах ВИА все еще крайне мала. Предстоит научиться не только строить новые сверкающие станции, но и развивать местное производство, науку и технологии. Растить квалифицированные отечественные кадры. Иначе получится, что вся страна вкладывает в иностранные товары и технологии, оплачивая это через тарифы. Поручаю правительству внимательно изучить и применить передовой международный опыт локализации в сфере ВИА и энергетики в целом. Алматинскую ТЭЦ-2 уже переводят на газ. Процесс озеленения станции постоянно затягивается, как, впрочем, и все развитие возобновляемых источников энергии в стране. На это есть свои объективные и субъективные причины. Одна из главных – низкая конкурентоспособность. Стоимость солнечных панелей или ветровых станций делают их, по сравнению с тарифами на традиционную электроэнергию, мягко говоря, непопулярными. Хотя процесс не стоит на месте. Инвесторы идут, а интересных проектов в стране все больше. В прошлом году мы приступили к разработке концепции низкоуглеродного развития. Сегодня все более актуальным становится реализация второй фазы концепции по переходу к зеленой экономике. Вторая фаза ориентирована на 2021-2030 годы и предусматривает меры по преобразованию национальной экономики, ориентированной на бережное использование воды, поощрение и стимулирование развития и широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики. К тому же рост населения и экономики будет неизбежно требовать ввода новых мощностей. Как известно, возможности не безграничны, поэтому снижение энергоемкости экономики – по сути стратегическая задача. Кадровый потенциал в этом смысле также будет играть ключевую роль. У нас по-прежнему острый дефицит специалистов. В мире появляются и апробируются новые технологии генерации и хранения энергии. Учитывая скачкообразность технического прогресса, совсем скоро они могут стать реальностью. В частности, речь идет о возможном прорыве в развитии водородной энергетики. Мы должны быть готовыми к подобному сценарию. Необходимо иметь пул специалистов, способных работать с такими технологиями. Предлагаю создать Центр компетенции по новой энергетике, в котором в экспериментальном режиме будет нарабатываться опыт использования высокотехнологичных инноваций в энергетической сфере. За 8 лет в стране построено и функционирует 115 объектов возобновляемых источников энергии. Суммарной мощностью 1600 мегаватт. Несколько проектов оказались провальными. К примеру, столичная компания «Астана Солар». Завод мог в год выпускать от 160 тысяч панелей, а на деле собрал всего 107 тысяч за целых три года работы. Сейчас его продают практически за бесценок. Это значит, что наращивать зеленые технологии в спешке только ради цифры в отчете, причем за бюджетные деньги, мы себе позволить не можем. Надо учиться на ошибках и сначала понять, приживутся они у нас в стране или нет. Будьте здоровы, это актуально.